Здравствуйте дорогие друзья! С вами Константин и компания Стройгарант Анапа. Сегодня хотим сделать обзор дома и отзыв клиентов, которые находятся на переулке Песчаный 12-Б. Пройдемте. Здравствуйте! Здравствуйте! Конечно! Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте! Проходите в дом. Сначала был ваш, теперь наш. Я не знаю наш дом. Правда говорю. Это уже ваш дом, да. Дом, конечно, приобрел хозяев. Представьтесь, пожалуйста. Александр, бывший житель города Ноябрьска, теперь житель Станицы Гастагаевской. А супругу? Супруга Анна тоже житель Гастагаевской. Вот мы и приехали. В октябре, в начале октября. Уже постоянно жить в октябре мы приехали. С вашего позволения. Пожалуйста, чай, кофе. Сядем. Чай, кофе. Ну, можно чай, пожалуйста. Буду благодарить. Да хотел вот так вот зайти в гости, поинтересоваться, да? По-своински. Правильно. Почему выбрали нас? Долго ли искали? Откуда приехали? Что побудило переехать? Ну, вот так вот маленько о себе очень будет приятно. Ну, у нас тут живут родственники и очень много знакомых с города Ноябрьска, которые уехали намного раньше. Ну, каждый год проезжали, мимо проезжали, когда в гости. Ну, приглядывались, приглядывались. И вот, наконец-таки, решились. Надо было еще раньше, лет 5-6 назад, когда было еще лучше. Ну, и станица. Место расположения хорошее. Близко аэропорт, близко ЖД вокзал. Сама она, по море рядом. Красота. Сколько вы уже здесь живете? Ну, 4 месяца уже живем. Ну, зиму как раз уже прожили. Что, может быть, хочешь сказать? Нет, зима, конечно, здесь не зима. Ой, да не говорите. Это не зима. Зима, конечно, хороша была там, где мы жили. Там были морозы, там был снег, там были вот эти вот все атрибуты, которые... Там вышел, замерзся, забежала. Да, да, да. То, что, конечно, там, ну, очень большие морозы, бывает, частенько бывали, конечно. Здесь зима, не зима, и очень большая влажность тоже, как бы, она чувствуется. Если мы жили там в основном сухо, зимой это все, морозно это все вымерзает, а летом, конечно, ну, болото, болото дышат и не очень. Ну, так вот сказать, может быть, если смотрят ваши земляки, переживания, какой-то страх переезда, было ли все-таки так легки на подъем, решились, поехали и переехали. Ну, да, очень легко, быстренько собрались, быстренько приехали, так что рекомендуем. Место очень хорошее, народ тут доброжелательный. Ну, здесь вот по Гастайгаевской, очень много, кстати, приезжих. Да, да, да. И если уже судить о том, что это, можно, как бы, немножко вот есть какие-то параллели, то, что там было у нас. Собирались на корпоративе, тоже сидели, у нас большой коллектив, ну, и стали, кто, откуда, и, в общем, все прошлись и все приезжие. Только вот директор, брат, его помощник, тут еще несколько человек, так вот мест, остальные все приезжие. Поэтому, да, и здесь такое есть, конечно. Ну, смотрю, у вас тут очень красиво, вы со вкусом, хозяйка очень подошла. Спасибо. Просто вы молодцы, как все интересно сделали. Ну, мы сюда приехали жить, поэтому мы хотим как бы устроить так, как уже мы хотим. Просто в дом заходишь, когда, да, новый, вы же помните, да? Да, да. Ну, там стой, видно, что без хозяина. И вот сейчас заходите, сразу видать, что здесь уже обжили все, хозяева есть. Террасу, смотри, так вот вы тоже все сделали аккуратненько, красиво. Да, террасу мы заказывали, когда уезжали, и вот ребята, молодцы, нам ее построили. Вот как раз фирма же пошла нам навстречу и сделала к нашему приезду. К нашему приезду. И мы, как приехали, все свои вещи, ну, как, пока не рассували, с машины прям на веранду выставляли. Родственники, гости, знакомые уже планируют приехать, уже запланировали, наверное? Обязательно. Ну, да. Обязательно. Дети будут точно приезжать, как они говорят, как будет, как только последний звонок, так сразу билеты и нам сюда. В начале, в начале июня, но почему нет? Ну, да. Поэтому. Правильно. Они хоть увидят, как все растет. Там они видят все на прилавках, магазинах, все в ящиках. Поэтому, ну, хорошо так вот. Ну, а так, в целом, по дому что можете сказать? Да, дом великолепный. Плюсы, минусы, пожелания. Тепло держит. Конечно, замечательный дом, замечательный дом. Да. Благодарность строительной компании. Так что, мы выбрали. Сыновей вырастили, деревья посадили, дом построили с вашей мамочкой. Все, как бы. Жизнь тоже не зря. Сейчас только наслаждаться. Ну, да. Хотелось бы, да. Сейчас солнышко взойдет и пойдем купаться. Да. Те, кто, зрители, переживают, планируют переехать. Может быть, какое-то пожелание. Есть какой-то страх, потому что неизвестность. Очень хорошо, что здесь все так маленько накручено, что есть жилье намного дешевле. Вот только, увы, как бы, так все возражает. И вы же смотрели, ну, как здесь по ценам? Ну, по ценам так, чтобы здесь сильно дорого. Сейчас цены, я хочу сказать, по России идут. Ну, говорят, что можно здесь приехать, взять очень хороший дом за 3 миллиона без проблем. Мы такого не нашли. Мы такого не нашли. И я просто, ну, всем говорим. Мы такого не нашли. За 3 не найдет. Ну, вот, кто-то говорит. Смотря какой, смотря какой площади, смотря кто что хочет, может быть. Кто что хочет. Ну, да. Вторичку одноэтажную холопу можно и найти, да? Ну, кто что хочет и у кого какие потребности, желания и все это. Поэтому нужно исходить из того, что, как бы, человек для себя готовит, на что он согласен. Ну, по крайней мере, не знаю, чтобы сильно большого такого... Ну, разочарования мы не точно в нашем переезде нет однозначно. Нужно быть более мобильным, решительным. И все состоится. Ну, вот, мы взяли отзыв, побывали в гостях. Всем, кто смотрит наш канал. Если вам интересно, то ставьте лайки. Если есть вопросы, то задавайте. Мы обязательно на них ответим. Следите за нашими новостями. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Константин и компания Стройгород Анапа. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok